Александр Витальевич, краткий комментарий по матчу. Первая игра тура, первая наша игра после возобновления перерыва. Естественно, что получилось далеко не все. Особенно это касается игры наших центральных полузащитников. Но, в целом, видимо, в других линиях наше преимущество было настолько очевидным, что даже провальная игра со стороны центральных полузащитников позволила нам достаточно уверенно одержать победу. Это если коротко. А ставку делали на стартовые 20-25 минут, когда и были забиты игры? Мы делали ставку на мощное начало. Но, естественно, прогнозировать, скажем так, голы было бы, наверное, высшей наглостью. Мы планировали забить быстрые голы. Мы хотели забить быстрые голы, а у нас получилось. Как оцените игру Базилюка сегодня, который забил? Он долго входил в игру. Но где-то минуты с 20-й стало получаться от него то, что он хотел. Ну, достаточно инертен был в этот же отрезок времени наш Прокофьев. Но, видимо, центральные защитники так на нем сосредоточили внимание, что, в принципе, необходимо было подвижность со стороны Базилюка и крайних наших фланговых игроков. Вот Базилюк сумел сориентироваться по ходу игры. Вообще, в целом, наши игроки, все без исключения, за исключением центральных полузащитников, сегодня проявили, скажем так, тактическую зрелость по ходу игры. Потому что, все-таки, КАМАЗ, я вам скажу, непростая совсем команда. И, видно, сыгранная. И если такая поддержка будет со стороны болельщиков, то, поверьте мне, здесь непросто играть будет команда. Александр Докторевич, у нас сегодня стадион открыли. Это как вам наш стадион, как поле? Отличный стадион. Мы были достаточно в хорошем состоянии поле. Так получилось, что мы в последний раз играли контрольную игру 19 дней назад. То есть, достаточно большой срок. Потому что последний этап подготовки у нас проходил в Хабаровске. И там, естественно, мы сподобились только на игру со сборной города. Но это любители, поэтому не могу назвать я это контрольной игрой. Хотя надо им отдать должное, они серьезное сопротивление оказали. Но такое отсутствие игровой практики тоже сказалось на нас. И мы тренировались на искусственном поле. А здесь достаточно хорошего качества газон для нынешнего времени года. Плюс очень компактный чисто футбольный стадион. Я так понимаю, что после того, как вы вылетите во вторую лигу, вы в первую лигу сразу влетите. Вопрос такой, у вас стадион затапливал после каких-то там аномальных ситуаций. Помните такое было? Ну, да, в Луче работал. И это был совсем... Были такие съемки, что... Лучи были. Да. Даже на скейтборде плавали. Да, да, да. Это фотомонтаж. Это знаете. Ну, сделали искусственное поле у нас. Вот на данный период в более-менее хороший вид привели. Но, в принципе, я просто не знаю, говорить об этом или нет. Ну, я бы, например, тех, кто делал наше искусственное поле, навесили цубы. Ну, понятно. Беговые дорожки. Ну, беговые дорожки. У нас же стадион не специализированный. Чем хорош, допустим, ваш тем, что футболисты ощущают дыхание трибун. Я так думаю, что давненько в Набережных Челнах столько болельщиков не приходило. Полтора года никого не было? Да. Больше. Это, конечно, колоссальная поддержка. И я думаю, что если у болельщиков хватит терпения, то команда будет... И сегодня было видно, что многие ребята из КамАЗа пытались действовать на пределе своих возможностей. А, не знаю, я как специалист это вам могу точно сказать. А это ведь самое главное в футболе. Александр Литальевич, согласитесь с тем, что в конце СКА просто перебегал КамАЗ в последние 20 лет? Вы знаете, просто-напросто, естественно, что мы физически лучше готовы, потому что мы готовились с 15 января и готовились в великолепных условиях, целенаправленно. У КамАЗа такой возможности не было, поэтому это неудивительно. Я думаю, что функциональные кондиции по ходу чемпионата КамАЗ наберут. По поводу кондиции, в первом тайме правый фланг вашей обороны довольно не допускал грубых ошибок, а во втором, когда вышел Газданов у КамАЗа, он все чаще и чаще стал проходить вашу оборону с правого фланга. Это в чем? Я рядом стоял на бровке и видел, внимательно наблюдал за действиями всех игроков, в том числе и Газданова, особенно Газданова, потому что ему удалось внести, было все-таки преимущество на нашем фланге чеченском. У нас на этом фланге играют и Диев, и Кацарев. Я его называю своим чеченским флангом. Ну вот Газданову удалось там за счет своих индивидуальных действий нарушить это наше преимущество. То есть это лично его заслуга, но это не ошибки и не усталость ваших игроков? Нет, это его личная инициатива. Он по собственной воле это сделал. Есть вопросы? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.